1564 сборка, новый игровой системный блок в корпусе 3302B от формулы с такой RGB подсветкой с закаленным стеклом сбоку построен на базе процессора Intel Core i5-10300F 6 ядер, 12 потоков, Comet Lake, 1200 сокет перед нами бывший i7-8700, только без виде ядра у процессора на уровне аппаратного поддержки есть такой повер-лимит на 65 Вт соответственно превышая 65 Вт, процессор сбрасывает частоты и перестает греться поэтому кулера Deepcool H-mini вполне достаточно для таких процессоров в комплекте идет вообще маленький, кругленький алюминиевый брусочек но это связано все именно с включением повер-лимита на Intel чипсетах процессоры не горячие, очень мощные, шустрые, быстрые и теперь перед нами i7 по цене i5 плата у нас B460 у нас есть ограничение, что мы не можем разогнать память и память может максимум работать на родных частотах для процессора i5-10300F эта частота 2666 МГц вот такая память здесь и стоит фирма KingMax работает в двухканальном режиме память обычно одноранговая, шустрая, быстрая, недорогая видеокарта у нас GeForce GTX 1650 на 4 гигабайта GDDR5 плата Gigabyte B460M Gaming HD обычная простая плата имеет 8-пиновую колодку в цепи питания процессора хотя цепь питания здесь простенькая и только PowerLimit дает шансы выжать в материнской плате используя такие процессоры есть разъем Ultra-M2 куда можно воткнуть SSD накопители с PCI-Express шиной в данном случае у нас стоит обычный SATA накопитель на 240 гигабайт VD Green блок питания на 600 Вт аккорд со 120-тиллиметровым кулером есть вентилятор на выдув сбоку корпуса закаленное стекло RGB подсветка полоска с помощью встроенного контроллера подсветку можно либо отключить либо переключить режим работы управляется она кнопкой Reset есть разъем USB 2.0 и 3.0 есть два посадочных отверстия под 120-тиллиметровые кулеры можно поставить три кулера спереди два кулера снизу такой неплохой корпус симпатичный недорогой ну и вообще машинка получается очень шустрая быстрая на топовом относительно недорогом процессоре в эти деньги смысла собирать на базе AMD Ryzen уже в принципе нет да и процессор лет на десять по большому счету хватит по деньгам вышла у нас машинка 46200 рублей до кучи сюда идеально еще поставить жесткий диск по деньгам это 3000 рублей и выше в принципе если сильно захотеть то можно поставить i7 10700 у него также есть поверлимит на 65 ватт ну 10700 кей он уже наверно так как материнский плат с такими процессорами не справится там поверлимит 125 ватт и плата у нас для этих мощностей слишком простовато такая вот шустрая быстрая недорогая тихая машинка весьма производительная